Я не хочу обсуждать работу... А почему без комментариев? Я не хочу обсуждать работу филейских коллегий, потому что это мои компетенции. Я не знаю эту работу, и поэтому эти люди профессиональные и вмешатся в то, о чем я не понимаю. Я могу сказать, на мой взгляд... А неужели вы разбираетесь в обществе хуже, чем в суде? Не так, правда? Я плохо разбираюсь в этой капитальной графике, на которой они печатают. В том, что происходит на ренде, но не хуже жених вы разбираетесь. Так, Александр, давайте мы посмотрим, что будет происходить дальше. Насколько интересный напряженный поединок. Отлично! Вот корпус убирает голову. Отлично. Где-то направо-направо. Хорошо по корпусу-то провелось. Ну, не оставайся где-то, так просто так. Ладно, ничего не. А вот так. Вот эти все пробки, они так песни, тонервы. Отлично. Я смотрю, что у всех кубинцев одно и то же. Когда бой начинает идти не по их сценарию, они какие-то разобранные становятся. Ну, когда вас бьют, вы будете разобраны. Конечно, теряется уверенность, теряется пижонство. Вот это же жених. Вот это теряется как-то уверенность. Пижонство, по-самому, теряется уверенность. И что? И где хваленый пюбинок? Я не очень понимаю. Ну, есть мастерство. Нет, конкретно без кланей Реру никогда никто особо не болел. Нет, ну я просто говорю, общая кубинская школа, что невозможно выиграть. Их можно бить, их надо бить. Смотрите, что делает Головкин. Да, Головкин побеждает. Я надеюсь. О, хорошо по корпусу дал. Вы знаете, очень хороший взрыв преданали Головкина. Очень хороший, все удары очень жесткие. И самое интересное, он выбирает четкий момент для атаки, для этого взрыва. И почти всегда исполняет редко, но на 100% в этих ударах. Заканчивается третий раунд. Заканчивается. И кажется, счет сравняется. Отлично. Хороший удар. И снова болтанул, болтанул пюбинцам. Александр, когда кажется, надо... А что кажется? Вы говорите, сравняется счет. Наоборот, еще увеличился разрыв. Я сказал, сравняется счет иначе. А, по, это самое, по очкам. Это да, это... Да, 4-4, по-моему. Ну, давайте не будем загадывать. Да, давайте не будем. Но все-таки 6 очков у Головкина. Отыграть у Головкина, который на коне, который вот на подъеме. Смотрите, показал. Немножко, вот знаете, чем дело? Немножко остался. Немножко остался. Неудобное положение стало. И не было возможности убрать корпус. И вместе в голову, чтобы удар просвистел. Головокия. «Слухг?» «Запай» «Душко» а также давать промахнуться соперник ему понятен и он может выдержать просто даже не стараясь выиграть этот раунд остаться при своих это мы этого не будет нам все бог не узнает может быть наоборот нельзя отдавать инициативу нельзя отдавать александр то есть надо работать в этом же ключе то есть нужно выбирать момент использовать на все сто процентов вот эти серийные атаки не выжидать если ты встал вот здесь вот обычно головки собирается вот приблизительно ну соберись и издались мало чего реально происходит прошу обменялись обычно показал что головки лучше пропопа нет это по-моему не иногда он там зацепился за попал рукой попал и зацепил счет толчок и немножко ноги неправильно стали кубиться и поэтому еще попал головкин сейчас зацепил за спальни рара мы ничего будем надеюсь это его последний успех что мне нравится это то что такое ощущение как неплохо да вот смотрите называется концовка то что не отдают ни одного очка молодец вот характер да но лучше засчитывать нападение осталось 4 очка поэтому не надо отлично ну все и так счет матча сравнялся 40 37 тетки выиграл головкин концов счет 4 4 3 поединка каждый из команд нужно выиграть два из них итак в этом бою победу по очкам за счетом 40 37 победил геннадий головкин и счет 3 4 4 счет 4 4 4